Вау! Всем привет, мои дорогие гитарные дрочеры! Добро пожаловать на байки от Глеба! Просматривая комментарии под предыдущим видео, где я вам рассказывал о том, как не обосраться на концерте, я заметил, что такая тема, как любовь, вам глубоко не безразлична. Вас очень воодушевил образ большегрудной фанатки, поэтому сегодня я вам расскажу одну историю, которая произошла с участником коллектива Путешествия. Это тот коллектив, который замечательен тем, что там играл Павел Федорович. Когда-то давным-давно эта банда колесила по просторам Советского Союза и вытворяла такие вещи, что Ози Озборн, по сравнению с ними, это просто какой-то мальчик. Ну так вот, как-то раз приезжают они в один захолустный дремучий городок и после концерта заходит к ним в гримёрку женщина и говорит «Всё, терпеть больше не могу, страсть в груди моей кипит, вот ты вот, сладенький, подь сюда». Назовём этого человека для конспирации «Мистер Икс». Был он тогда молод, красив и горяч, и хорошенько, значит, они потрахались с этой женщиной и поехали колесить дальше по гастролям. Вернулись дальше в город-герой Ленинград, и живёт он себе там припеваючи, употребляет наркотики и алкоголь. Однажды звонок в дверь открывает, на пороге та самая женщина. Протягивает она ему ребёнка и говорит «Вот полюбуйся, вот твой ребёнчик». Он такой «Ну ёб твою мать, заходи, раз такое дело». Все ему мужики говорят «Да ты чё, да ну нахуй, кто она такая вообще, откуда ты из Мухосранска приехала с каким-то непонятным ребёнком, ты сразу женишься?» Он такой «Нет, господа, моё слово твёрдо – женюс». Эта женщина рада, получила прописку в городе Трёх Революций. Всё, казалось бы, откладывается для неё очень-очень хорошо. Переехала в Ленинград, и зажили они семейной жизнью. Однако, как выяснилось вскоре, не приспособлен был мистер Икс для такой вот семейной жизни. Зачах. Зачах, загрустил и начал бухать и употреблять в 10 раз интенсивнее, чем до этого. Ну, а вообще до этого они вытворяли такие штуки. Например, забирается, он вечером в поликлинику заходит, взрывается в фикус куда-то там. Раньше, знаете, в поликлиниках любили деревья в горшках выращивать. И как только поликлиника закрывается, вылезает из фикуса, шустыет там по всякой наркоте, и утром, когда поликлиника открывается, такой... Выходит, все заебись. Раскумарился чувачок. Ну и вот, начал он там бухать по-черному. И смотрит эта женщина и думает, блядь, что-то мне это уже не нравится. Муженек, может ты это, обороты сбавишь? Он такой, вот, все, все, все заебись, сейчас, все, завязываем, вот, вторая рюмка, последняя, все. Она такая, ну ладно, ладно, проходит время, а он еще хлеще бухает, наркотики употребляет и все такое. Ну и кончилось это интересным образом. Приходит она как-то раз домой и видит такую картину. Лежит мистер Икс в отрубоне, в интересном положении. Голова его находится в холодильнике открытом, а тело наружу торчит. Лежит, спит. Полез он, значит, зачем-то в холодильник, в хлам убранный, и там и заснул. Она так посмотрела на это все дело, так, ой-ой-ой, касатик, касатик. Поехала от тебя я нахуй. Взяла своего ребеночка и свалила обратно к себе на родину. Вот таким образом, не противляясь ходу событий, разрешилась эта вся семейная драма. Ну, господа, выпьем за любовь, как говорится. Желаю вам всего самого-самого наилучшего. Желаю вам крепкой семьи и толстых сисек на концертах. Все. Целую, обнимаю. До свидания.